Да ведь чего ожидать от Порошенковского гнезда? Ну, я думаю, что ничего хорошего. И будет удивительно, если люди проснутся в марте месяце, и те, которые ожидают, что Порошенко все-таки уйдут через выборы, и получат опять же Порошенко президентом, в чем на самом деле и высокая вероятность. Я думаю, что все-таки во втором бутуре вероятнее всех могут оказаться при конкуренции ресурсов Юлия Владимировна и Порошенко, и там будет 50 на 50. Вот в данном контексте, не хочу никого пугать, но пока никакого предпосыла противоположного не существует. Поэтому на месте Порошенко бы я вообще не шел бы на выборы, потому что если даже он победит, я думаю, что уже следующую каденцию он досидеть не сможет, его просто снесут. Поэтому я думаю, что на его месте можно остаться историческим президентом, так или иначе, спокойно сказать, что вот я со своими минусами и плюсами все-таки делал то, что смог, я ухожу спокойно и передаю эстафету другим. Тогда его много в чем, я думаю, что будут прощать, и он как-то политически сделает правильный поступок. Хотя, зная его, конечно, он этого делать не будет, и он будет рисовать какие-то комбинации, тратить сумасшедшее количество денег, наворованных на этих выборов, и строить какие-то сетки, чтобы нет реальных инструментов и рычагов на изменения. Поэтому, ну, концепция, конечно, она есть. Я думаю, что Украина в этом плане может как раз стать инновационной страной. Существует такая очень интересная вещь, называется блокчейн, и на блокчейн сегодня переходит весь мир. На сегодняшний день даже есть, наверное, где-то 60 разных профессий, которых через несколько, 4-3 года вообще не будет. Я думаю, что не будет также той архаической какой-то системы голосов и голосования, которая на сегодняшний день существует, такая, да, коррупционно-денежная, да, там, члены комиссии, наблюдатели, если все могут голосовать электронным путем, то какая проблема вообще все вывести на блокчейн-технологию и так почитывать голоса, да, но этого, конечно, никто сейчас делать не будет, кроме нас. Мы с вами, наверное, единственные люди, которые к этому можем прийти. Сейчас могут звучать аргументы, что вот Путин этим воспользуется, там, русские воспользуются, будет реванш и так далее, этого нельзя делать, никакого реванша не будет, блокчейн-технология работает вопреки воле Путина на сегодняшний день, или, там, Ким Чен Ира, или других каких-то диктаторов, и она будет работать прекрасно и в Украине.